До меня дошла информация из очень проверенного источника, что меня хотят въебать. Да, ну прямым текстом. Аккуратней, аккуратней передвигайся, аккуратней езди. Тебя хотят въебать. А конкретно, подкинуть наркоту. Да, Моргенштер недавно заявил о том, что на него давно уже ведется охота сверху. А также он признался, что благотворительностью он начал заниматься не от личного желания, а от того, что ему просто это было выгодно, так как мама того самого мальчика, которому он помогает, является майором полиции. Да, мама Ильи, майор полиции. Но в этом ролике, помимо этого, мы еще обсудим новые рекорды инстасамки. Да, она смогла перегнать и уделать даже самого Алишера. Узнаем, какие рэперы начали сниматься в кино и какой новый материал Оксимирона был слит в сеть. Зачем западный рэпер внедрил себе в голову золотые цепи. А также рассмотрим все самые интересные и громкие анонсы. Поэтому смотрите это видео до конца, не забудьте авансом поставить лайк и оформить подписку. И, конечно же, обязательно я вам советую посетить такой годный магазин обуви, как Hustle.rf. Если хочешь стильно одеваться и при этом не переплачивать, тогда рекомендую годный магазин кроссовок и одежды Hustle.rf. У Hustle в обойме более 3000 кроссовок и все это в наличии. Редкие и эксклюзивные модели, которые ты не увидишь в обычных магазинах. А материалы качества не уступают оригиналу. На сайте только реальные отзывы покупателей, которые можно проверить. А самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для моих подписчиков действует промокод в тренде, дающий скидку аж 30%. Поэтому не переплачивай в других магазинах, а покупай на Hustle.rf по самым вкусным ценам. Переходи и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. В эту пятницу повыходило немало очень годных и интересных новинок, которые мы обязательно завтра с вами обсудим и рассмотрим. Но сегодня все-таки хотелось бы выделить одну работу. И да, это инстасамка. Я понимаю, что многие ее хейтят, презирают и говорят, что не стоит ей вообще уделять внимание. Но, ребят, факты есть факты. А по всем фактам она установила новый рекорд. Дело в том, что ее новый трек под названием Липсиха дебютировал в Apple Music сразу с третьего места. И менее чем за сутки попал на первое, что в ВК, что также на Apple Music. А еще он залетел на шестое место в Genius'е и на четвертое в Spotify. Да, еще раз повторю, всего лишь за одни сутки. Чтобы вы понимали, такого результата еще не было ни у кого. Даже у Моргенштерна так быстро треки не убивались в самую верхушку топа. И да, все это круто. Это действительно новый рекорд. Но как и удалось это все сделать? Во-первых, это нереальный вирус в ТикТоке. Дело в том, что сниппет этой композиции стал популярным челленджем в данном приложении. На звук еще не выпущенной песни было снято в общем около 1 миллиона видео. Что также является просто нереальным успехом для сниппета. Во-вторых, это грамотный менеджмент. Как-то странно, что все паблики начали будто бы под копирку делать посты о ее новом треке и хвалить его. Как это сделали рифмы и панчи. Ну а еще мне не нравятся хвалебные комментарии, которые также будто бы были сделаны под копирку. Но, возможно, я и не прав и притянул это, просто заметил такой вот интересный момент. И в-третьих, это инфоповоды. Кто помнит не так давно, Даша на своем концерте в Киеве выгнала одного из гостей с концерта. Обосновав это тем, что он ей просто не понравился. У меня есть один человек, который мне не нравится в зале. Можно я его вывести на... Он! Ты в полемке белый у... Проваливай на... Конечно, данное событие подхватили сразу все СМИ. Начался опять хейт и обсуждение. В украинском ТикТоке вообще начали притягивать это все к политике. Мол, вот она из России, обидела нашего украинца, оскорбила нацию и так далее. Но хочу сказать, что не важно вообще в какой-то стране было, просто в целом данная ситуация не ок. Парень заплатил за билет и он имеет право быть на концерте. Причем, как мне рассказали, он был там чисто из-за своих подруг, которые уговорили его просто их туда отвезти и потусить с ними. Он не знает музыку СМИ, он не понимает его творчества, он просто был там за компанию. Поэтому никак не реагировал на сам концерт. На что Даша, видимо, обиделась. А еще судить по одежке, как по мне, это также очень низко. Ты, Фаэл, ты белый, б***ь. Какой у ебаной белой футболки с перьями. Но, как мы видим, хоть эти действия и вызывают негатив, увы, они обсуждаются и дарят ей только хайп. Поэтому она не теряет свою популярность. Так же, как и ее парень Олег, который, видимо, вообще забил на хейп по поводу плагиата и решил уже просто делать песни прям под копирку. А ведь на этом они зарабатывают миллионы, их любят, ходят на концерты и в целом они добились всего того, о чем они мечтали. Да, вот за что я не люблю ТикТок и до сих пор не могу осознать, что уже нормально воровать, плагиатить, всем на это пофиг, контент фастфуд и всем главное это эмоции. Извините, но мораль покинула чат и я уже принимаю это. Окей, об этом я могу говорить долго, поэтому давайте перейдем к следующей новости. У меня были проблемы, большие проблемы с полицией. Из-за дела о пропаганде наркотиков. Маргин Штерн в своем новом большом ролике на канале рассказал о том, что та ситуация судом, когда его обвиняли в пропаганде запрещенных веществ, могла закончиться очень плохо. Ведь он узнал, что был приказ сверху доказать всем, что он реально принимает наркотики. И сделать это в России можно только одним путем, как вы поняли. Да, это подкинуть те самые запрещенные вещества Алишеру и публично его якобы наказать. Да, ну прямым текстом. Аккуратней, аккуратней передвигайся, аккуратней езди. Тебя хотят в***ть. А конкретно, подкинуть наркоту. Ну а далее мы узнали, что для того, чтобы этого не было, ему пришлось заниматься благотворительностью, которая изначально была сделана для того, чтобы, так сказать, подмазаться к полиции. Ведь как мы узнали, мама того самого мальчика, которому он помогает, оказалась майором. Один человек, работающий в органах, как раз таки, скидывает мне сбор средств для Илюхи и говорит, смотри, это получается ребенок майора полиции. Вот помоги чем-то и, типа, ну, заработаешь очков, так сказать, да? Гнилая хуйня, согласитесь? Ну вот так вот, собственно, вот так я и сделал свой первый перевод. Ну и понятное дело, что сейчас уже он помогает ему искренне, без какой-либо корости. А также понятно, что никакой пропаганды в его песнях нет, но власти на это абсолютно все равно, и она не будет в этом разбираться. Поэтому все, почти в каждом городе, концерты Алишера начали запрещать. А там прям конкретно приходят на площадку и говорят, проведете концерт, в площадке пиздец. Поэтому, ребят, кто ожидает Алишера в своем городе, тому придется ждать еще очень долго. Ведь вся эта негативная тема вокруг него, что, мол, он влияет плохо на детей, будущее поколение и так далее, будет еще долго актуальной. Пока не появится какой-то другой хайповый персонаж, на которого все это как раз-таки и перекинется. Ведь там, где Алишер, там хайп, а властям это выгодно. Все знают Моргена, а значит всем можно доказывать, что он плохой, а мы, мол, молодцы. Ведь мы с ним боремся и запрещаем его. Как поет Моргенштерн, я лазейку себе найду. Встречусь с фанатами завтра в аду. Смотрите, чтобы это не было правды. Кстати, не так давно Морген заявил еще о том, что он хочет далее податься в кино. И пока он об этом только думает, то уже Будда уже начинает воплощать эту идею. Да, недавно стало известно, что Будда принял участие в съемках сериала по сказкам Пушкина, где он сыграет роль рэпера Елисея. Но куда далее в этом плане ушел Акси Мирон, который, во-первых, снялся в главных ролях «Вампире», фильм выйдет уже в ноябре этого года. А еще недавно появился слив о том, что помимо «Вампира» Мирон принял участие еще и в фильме о Чайковском, где он сыграл роль композитора Рубинштейна. Он там даже зачитал рэп. Именно эта часть фильма и была слита в сеть. Посреди ровных растений, они укрыть искореженный стебель, гложут сомнения в способности быть из цинической амплуани в растениях, кабацей, деньги... Да, видимо, теперь новые куплеты Мирона мы будем видеть только в фильмах. Но если серьезно, то это, конечно, круто, что Мирон нашел себя в новом деле. Видно, что все эти пять лет он не просто отдыхал, а участвовал в съемках. И я все-таки надеюсь, что все эти инфоповоды и анонсы фильмов были неспроста, а неким намеком на новый материал. Кстати, насчет намеков. Помните, в начале этого года Плейбой Карти пообещал нам выпустить Deluxe-версию ВЛРа? Но, увы, судя по последним событиям, Deluxe'а не будет. Но зато будет новый альбом. Да, в конце августа Карти написал о том, что 13 сентября будет его днем рождения. И тогда никто не понимал, о чем идет речь. Пока его продюсер Digital нас чуть ли не прямым текстом не сообщил, что да, от Карти мы скоро получим новый альбом. Кстати, забыл сказать еще О'Жи Будо, вроде как намекнул нам на вторую часть Free Rio. Что? Free Rio 2? Но я все-таки думаю, что он просто снимает либо клип, либо готовит что-то интересное с братом самого Рио. Ведь, как стало известно, они подписались буквально на днях на инстаграм Буды. Кто не знал, Рио это Детройт рэпер из Америки, которого посадили в тюрьму и в честь которого Будо как раз-таки и записал альбом. Ну и последняя новость на сегодня пришла к нам из Мексики. Вот как думаете, каким образом рэпера можно удивить в 21 году? Татуировки на лице, ну, мейнстрим. Цветные волосы или дреды уже неинтересно. Грилзы и пирсинки, даже бриллиант во лбу, как это было с Узи, уже не является чем-то уникальным и новым. А теперь представьте, что сейчас в мире есть один рэпер, который впервые в истории вживил себе в голову вместо волос золотые цепи. Да, у него в прямом смысле этого слова золотая прическа. Кстати, читая комментарии на ютюбе под его новым клипом, вы найдете там очень много чего смешного. Ведь большинство людей не удивляется его образом, а делает фейспалмы. Вы только представьте, что с ним могут сделать на улице. Эти волосы же любой встречный захочет оборвать и украсть. Особенно если учитывать тот факт, что он не особо популярный, и у него вряд ли есть охрана. Короче, глупый поступок, но хайповый. В любом случае он удивил, и это факт. А что с ним будет, далее посмотрим. Ну, а на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр, и не забудьте поставить лайк, а также сделать подписку на канал. Для меня это очень важно, чтобы всегда оставаться в тренде всех последних событий в мире музыки и ютюб.